Приветствую! 2 апреля 2024 года, в то время как президент Украины Владимир Зеленский подписывал законы о новых правилах мобилизации в Украине, Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения Украины и разрешил выезд студентам. И вот эта вся ситуация, поскольку она происходила в один день, знаете, вот такие аналогии, что одной рукой дают, а другой забирают. Причем забирают больше, чем дают. Ну, исключительно имею в виду в правовом плане. Я имею в виду следующее, что вот те три новых закона о мобилизации, которые сократили возраст призывной, уменьшили его до 25 лет, которые предусмотрели электронный кабинет военнообязанного, реестр военнообязанных, предусмотрели изменения передачи данных, правил передачи данных в этот реестр. Они возложили новые обязанности, они затронули интересы гораздо большего круга людей, чем вот эта постанова Кабмина о разрешении выезда студентов из Украины. И да, друзья, я прекрасно понимаю, что сейчас кто-то может сказать, что мол, а чего ты говоришь, что Кабмин разрешает выезд студентов. Я это говорю, почему? Потому что именно так написано в постанове 366. При этом я, как и вы, ну не очень согласен с тем, что Кабинет Министров должен это делать в таких условиях. Потому что я исхожу из того, что написано в статье 33 Конституции Украины. Мне тоже кажется, что все-таки должен быть закон, который запрещает для начала выезд из Украины, для того, чтобы Кабмин потом мог разрешить. А как мы с вами знаем и как установил Верховный суд, что такого закона не существует. И прямого запрета на выезд из Украины нет. Записанного в законе запрета. Но фактически он есть. И Кабмин, приняв постанову 366, расширил перечень тех людей, которые могут выезжать во время военного положения. И вот сейчас мы с вами поговорим о том, какие новые категории мужчин могут выезжать и при каких условиях. Во-первых, это студенты. То есть первое условие для выезда – человек должен быть студентом. Второе условие – он должен быть студентом вуза, который находится в Украине и который является государственным либо коммунальным. То есть, если человек учится в частном вузе, он не попадает. Далее, это не каждый вуз. Вот почему я говорю, что то, что дали, оно очень маленькое. Оно выглядит как, знаете, как подсластитель для горького лекарства. Почему я так говорю? Потому что разрешили выезжать не всем студентам, а только студентам по трем направлениям. Медицина, фармация и ветеринария. Все, остальные как не могли выехать, так и не могут сейчас. Каким условиям должен отвечать студент, который собирается выехать? И какие документы у него, соответственно, должны быть? Ну, во-первых, это возраст. То есть, студент должен быть в возрасте от 18 до 22 лет. При этом он может учиться как на бакалаврате, так и в магистратуре, но от 18 до 22 лет. Далее, у него должен быть документ от вуза. Это справка, в которой должна содержаться информация о том, куда он едет, с какой целью он едет. Ну, а цель там одна – академическая мобильность. Также к этой справке должен прилагаться договор об академической мобильности. Этот договор должен заверяться вузам. Студент должен подтвердить знание языка, на котором происходит обучение в том вузе, в который он направляется для обучения. Далее, кстати, как подтвердить знание языка, там не указано. То есть, каким должен быть этот сертификат, непонятно. И, конечно же, студент для того, чтобы выехать из Украины, должен иметь и военно-учетный документ. То есть, выезд возможен только после посещения ТЦК и ЕСП. И, соответственно, у студента должен быть еще и студенческий билет. Причем студенческий билет должен быть именно в ДИЕ. Не просто пластик, а именно в ДИЕ, потому что через ДИЕ будут проверять подлинность этого документа пограничники. Как мы видим, условия достаточно жесткие. Условия, которые затронут, ну, очень-очень узкий круг людей. А остальные студенты как не могли выезжать, так и не могут выезжать дальше. Ну, и, естественно, те студенты, которые учатся в иностранных вузах, также не получили право выезжать за границу. И это все, это все, наверное, не радует, да? Потому что государство, ну, в какую-то игру играет, да? То студентам разрешали всем, независимо от возраста, потом запретили всем. Теперь начинаем кому-то разрешать, кому-то не разрешать. Ну, выглядит это все, наверное, не очень красиво, как мне кажется. Хотя могу и ошибаться. Друзья, на этом у меня все. Если данное видео вы посчитали полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Информация о нем, его название вы видите сейчас на экране. И ссылочка есть в описании. Постанова 366 Кабинета Министров Украины, о которой мы говорили, также есть в описании к этому видео. Ссылочка на нее есть. Вы можете зайти и ознакомиться в полном объеме с ней. Ну, а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok